Делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Делимся успехами. Говорящая фанера, все это и многое другое прямо сейчас. О, спорт! Ты мир! Я думаю, вы согласитесь со мной в том, что последнее время все больше и больше людей начинают уделять внимание своей физической форме. Правильное питание, планки, приседания, сушка и так далее заполонили социальные сети. И пусть! Это гораздо лучше селфи с надутыми губами и собачками. Вы у нас тоже отличились. Несмотря на почти 40-градусную жару, спортивно отметили день физкультурника. В здоровом теле здоровый дух. Этот лозунг поддержали тысячи самарцев, которые по всему городу сдавали нормы ГТО, тянули канаты, поднимали гири, участвовали в эстафетах и забегах. Страна и город должны знать своих героев в лицо. Так держать. Редактор субтитров А.Семкин Не испугались жары и сладкоежки Самары. В Ширяево с размахом отметили день вишневого пирога. Здесь чего только не было. Ярмарки, игры, конкурсы, дегустации, экскурсии, танцы, народные забавы. Ну и, конечно, вишневые пироги. Большие и маленькие, сладкие и с кислинкой на любой вкус. И пусть многие успели слегка обгореть. Кто-то привез домой пару лишних килограммов, а кто-то жаловался на стоптанную обувь. Праздник удался. Спасибо вишневому десанту за порцию вкусных фотографий. Субтитры сделал DimaTorzok Никак не сидится на месте самарским блогерам. Ну вот, любят они путешествовать по нашему краю с хорошей техникой и в приятной компании. Очередная поездка Алексея Авдеичева поражает своими масштабами. Он отправился в поход по Самарской Луке на велосипеде. Чтобы сразу ознакомиться с большим количеством достопримечательностей Самарской Луки, вам потребуется всего лишь один день отгула, велосипед, палатка и стандартный набор необходимых в любом походе вещей, пишет блогер. Подкрепляя свои впечатления десяткам сочных фото. И далее весьма подробно описывает свой веломаршрут. Дает советы и рекомендации таким же неугомонным путешественникам. Фотографии получились невероятные. Это Самарский лайк. Мы, люди современного большого города, ослеплены уличным освещением и, по сути, лишены звездного неба. А порой так хочется поднять голову вверх и увидеть то, что считается настоящим чудом. И вот совсем недавно нам такая возможность предоставилась. Метеорный поток Персеиды не давал уснуть истинным звездочетам и космонавтам. Ночь с 12 на 13 августа. Третий затон реки Самара. Именно там Александр Шадрин наблюдал за метеорным дождем. А у нас есть возможность увидеть это его глазами. Спасибо вам, Александр. Мечтали удивить свою девушку необычным предложением руки и сердца? Берите пример. Яндекс сделал специальную панораму в картах ради такого важного события. Несколько недель назад влюбленный житель Подмосковья прислал в компанию фотографию этой надписи с вопросом, когда же данное место может появиться на спутниковых снимках на Яндекс.Картах. Как выяснилось, мужчина копал эту надпись вместе с друзьями не один день. Длина предложения 250 метров. Команда Яндекс.Карт оперативно сняла пешую панораму местности и сделала снимки надписи с квадрокоптера. К сожалению, нет информации, приняла ли девушка Катя это предложение, но надеемся, что у ребят все хорошо. Бородатые мужчины уже никого не удивляют так, как может быть пару лет назад. Сейчас борода это настоящий культ, который весьма охотно получил свое распространение и в социальных сетях тоже. Помните наверняка и косички на бороде, и цветочки, и яркие краски. Но сейчас я расскажу вам о новой фишке, которая, вероятно, заставит всех наших бородатых зрителей потратить несколько минут своего времени и повторить это. А что это, спросите вы? А сделать снимок бороды снизу и выложить в интернет. Слабо? Тысячам пользователей это показалось довольно занятным делом. Записей с хэштегом «Birds from Bellow» уже больше тысячи. Некоторые участники этой странной забавы пошли еще дальше, превращают шею и бороду в нечто похожее на странного человечка. Мужчины, ну что вам, нечем заняться, что ли? Идите лучше в спортзал. Вот только не фотографируйтесь там в странных позах, пожалуйста. А вы уже оценили новую смешную картинку «Дратути» и «Дотвидания», которая заполонила социальные сети? Проведем простой тест. Как вы думаете, кто это? Какие будут варианты? Мышка, медведь, ленивец или топир? На деле все гораздо проще. Это простая деревяшка, на которой в форме забавной мордочки расположились пятна от сучков дерева. И буквально за один день картинка заполонила все социальные сети. Так что если вдруг кто-то вам скажет «Дратути», не теряйтесь. На деле в интернете очень много картинок, где порой окружающие нас предметы принимают весьма человеческий вид. Судите сами. На фото обычные вещи, которые смущаются, улыбаются, злятся и проявляют другие эмоции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Если хотите стать героем программы, пишите нам, а лучше присылайте интересные фото и видео на нашу почту. А адрес вы видите на экране. Ищите телеканал Самарагис на просторах интернета. Наш сайт, Твиттер, Инстаграм, группу ВКонтакте, Фейсбук и канал на Ютьюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Всем лайк. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok